Дамы и господа, приветствую вас на своем канале. Продолжение о сцеплении мотоблока Мотор Сич. В прошлом видео я доразбирал его до момента, пока не начал высовывать рессор увал отбора мощности из его задней части, если так можно выразиться. С этого момента мы продолжим это видео. Но, увы, у меня есть неприятная новость. Скорее всего, мне придется разбирать вот этот весь узел, по причине того, что вот этот толкатель, он держится, как видите, на шпонке. Вот эта шпонка, она отсюда вывалилась и упала на дно коробки. Нам нужно сейчас эту ерунду снять, достаться на коробке нашу шпонку, зафиксировать это все дело, одеть на место, поставить вот этот вот рычажок и уже будем проверять непосредственно само сцепление. Поехали! И, как всегда, все стоят те, которые надо, а одна стоит на 14. Все стоят на 17, а один болт на 14. Уже, видимо, кому-то нужен был когда-то болт на 17. Отсюда выкрутили, сюда закрутили, который подходит. И все. Ох, тяжеленькая, однако, фигня. Вот она, наша шестереночка. Вот они, наши старенькие втулочки на дне, в грязи, в масле. Втулки со сцепления повыпадали несколько штук. Нужно будет поставить их обратно. Так, надо куда-то это все делать, чтобы никуда оно не делось. Здесь все это, это все кусочки металла. Вот, если видно, сейчас посмотрю на камере, как видно. Вот, это все грязь. Вот это втулочки вот такие вот. А это все грязь в перемешку с, ну, как бы масло старое. И кусочки металла, вот эта вот стружка. Вот это вот оно на дне коробки. Наша шпоночка. Вот она, которая выпала. Ну, непосредственно, вот мы можем видеть, кстати, сам дифференциал. Сейчас покажу его. Ну, в общем, ребят, немного руки я сполоснул. Посмотрим, что у нас вот тут сзади. Ну, в общем, я снял вот эту вот часть, в общем, с валом отбора мощности. Ну, и, собственно, с самой шестеренкой вала отбора мощности. Если мы на нее посмотрим более детально, то мы увидим, что, в принципе, она в хорошем состоянии. Никаких проблем нету. Металл качественный, металл крутой. Подшипничек тут у нас хороший стоит. То есть, вообще никаких проблем нет. Он в рабочем состоянии. Вот, поэтому подшипничек как бы четко. Хотя здесь все стоит стандартно. Опять же, повторюсь, мотоблок собран в 2002 году. Вот. И вот с тех пор ничего на нем не менялось. Все стоит родное. Все стоит свое. Вот. Конечно же, вот у нас тут следы прокладочки остались. То есть, как бы, у меня нету, к сожалению, материала, с которого можно будет их повырезать. Но нужно будет что-то такое себе найти, приобрести, с чего можно повырезать прокладочки. Потому что, если я поставлю, оно все равно будет у нас здесь течка. Потому что у меня и так мотоблок, в принципе, весь течет со всех сторон, со всех щелей. Нужно будет делать прокладки паранитовые или, я не знаю, или бумажные. Ну, в общем, нужно будет разобраться с этим вопросом когда-нибудь. А вот он, непосредственно, сам дифференциал. Одна из самых клевых штук, которая есть на этом мотоблоке. Сателлиты тут у нас. Вот. Подшипнички тоже тут стоит. Красавцы такие здоровые, большие. Ну, в общем. Вот такая вот четенькая, интересненькая штучка. Что хочу еще заметить, что вот эта вот шестеренка, которая вот у нас под шпоночку. На которой у нас расположена рессора вала отбора мощности. Она тоже в хорошем состоянии. Она, конечно же, тоже вот вся в стружке. Все это надо протирать, все это надо убирать. Вот. Но зубья у нас целенькие. Нигде ничего не потерто. Вообще, в плане качества металла могу сказать, что здесь все просто, ну, очень крутое стоит. Вообще, посмотрите, в каком состоянии дифференциал. И шестереночки все дифференциалы. Посмотрите, какие сателлиты там стоят. Просто, ну, они блестят. Они в идеальном состоянии. Никаких потертостей, никаких проблем. Все просто, все просто в очень хорошем состоянии. Это безоговорочно. Плюс мотора Сича. Супер классное качество деталей. Вот таким образом я, кстати, только что снимал вид сверху себе. Приходится. Благо, что у меня монопод горилла. Поэтому он, поэтому он тут вот так вот может гнуться. Можно классно зафиксировать. Чтобы до конца прочистить нашу коробочку и полностью все моменты оттуда, ну, все, что повыпадало, вот эти вот втулочки, чтобы подоставать все, что, короче, там осталось, нужно разобрать еще вот эту вот боковинку. Здесь нужен ключик на 10, вот я возьму вот такой Г-образной формы, откручиваем, добираемся до внутренностей. Опа! Вот такая вот получается красота, ребятки. Вот такая вот крышечка. Ну, и непосредственно наша сама коробочка передач. Такая вот тут пружинка стоит, которая выталкивает. Интересно, конечно. Она выталкивает и порвала тем самым прокладку. Но идея прикольная, чтобы она у нас высовывалась, поняли, чтобы она не залипла и его было легко снять. Пружинка специальная. Ну, прикольно, прикольно. Давайте посмотрим более детальнее, скажем так. Вот наши шестереночки, коробка. Вот такие вот красавцы. Тоже все в идеальном состоянии. Никакие не сбитые зубья. Все просто в прекраснейшем состоянии. Вот таким вот образом они выглядят. Первичный вал, вторичный вал. Все четко, все классно. Все круто. Ну, в общем и целом, немножечко протрем все это дело, чтобы очевидной грязи не было у нас никакой. Вот, чтобы у нас детали были без какой-либо стружки. Ну, в общем, вы поняли. Вот это дело сейчас мы сделаем по Шурику. А со дна мы, наверное, грязь возьмем и какой-то, не знаю, наверное, какой-то бумажкой, наверное, сейчас соскребем оттуда изнутри все. Ну, такое, что крупные части. И удалим это отсюда. Вот такие вот небольшие кусочки бумаги. Просто сворачиваем их. Такие небольшие эти. Вот такие вот штуки. И подлазим туда и выбираем самую крупную грязь. С-под туда. Насколько это возможно. Жестоко. Надо чем-то туда залить и почистить все это дело. У меня есть специальный очиститель для двигателя. Я сейчас его туда напрыскаю и посмотрю, как он подействует. Смоет ли он там что-то или не смоет. Основательно подготовились. Вот перчаточки надели. Вот мой очиститель. Сейчас буду прыскать и посмотрим, как он будет, в принципе, оттирать, не оттирать. Я даже не знаю, чем я буду его там все... Чем я буду там все его вытирать и без понятия, правда. Я думаю, может быть губкой, но там подлезть будет тяжело. Было бы неплохо ершик, конечно, иметь, знаете, такой мягенький, вот, который для бутылок или для чего он там используется. Было бы неплохо здесь его иметь. Но посмотрим. Может, обойдемся и без него. О! Аж начало видно быть дно. Поняли? Эта стружка, вот эта грязь вся смывается. И аж дно начало видно быть. Неплохо. Оно у нас все стекает там через вот это отверстие туда вниз, вместе туда к маслу. Ну, ничего, я вот остаток масла вылью и, в принципе, дам ему потом просохнуть. И, мне кажется, будет четко. Никаких остатков не останется. Да, мне кажется, это ерунда и безвредно. Если ее специально сделали для движков, то, в принципе, мне кажется, она сделана на такой основе, что, в принципе, ничего не будет. Особенно в системе смазки. Это же не, понимаете, я же не в камеру сгорания это опрыскаю. Поэтому, мне кажется, никаких проблем не возникнет у меня в будущем. В принципе, пока она здесь высыхает, мы сейчас попшикаем вот туда, где у нас находится коробка, непосредственно сама. Поубираем там. Вот еще парочка у нас. Я тогда не заметил, видите, не было видно. Сейчас вот видно. Еще парочка втулок. Давайте мы все-таки раскрутим еще с правой стороны нашу вот такую же самую защитную сторону. Потому что, может быть, и вот с той стороны, вот здесь то же самое в пазухах забилось. Нужно прочистить и там. Поэтому разберем еще правую сторону. Сейчас проверим антизалипательную систему. А, ну все. Ничего проверять тут. Осторожно, чтобы не прокладь. Чтобы прокладочку нашу не порвать. Так. И главное, не перепутать их потом, где какая стоит. Тут никаких прокладочек нет у нас. Точнее, этих вот втулочек и какого-то прочего-прочего хлама. Но есть грязь. И все это нужно вытирать, убирать и так далее и тому подобное. Но, в общем и целом, ребятки, теперь как бы понятно, почему у нас сцепление не работало. Вы видели, несколько втулок у нас повыпадало. У нас как бы рассыпалось сцепление чуть-чуть. Вот, в принципе, как бы в этом была проблема. Теперь, когда, скажем так, враг в лицо известен, осталось только устранить эту проблему. Разобрать потом будет нужно сцепление. И поставить обратно все туда втулочки, чтобы все у нас четенько работало. Но это чуть-чуть попозже. Сейчас нужно разобраться с тем, чтобы здесь все сделать по красоте. Да, пришлось, конечно, много потратить его. Но что сделаешь? По-другому никак. Ну, ребятки, что мы имеем на данный момент? На данный момент я чуть-чуть у нас здесь почистил. Впереди, где коробочка у нас сама. Коробочка, коробка. Вот, и где у нас стоит дифференциал. Почистил немножечко там от всей грязи, повымывал. Вот, не скажу, что прям капец как сильно и капец как там старался. Вот, не старался особо, потому что все равно, как видите, да, здесь еще остаются старые прокладки. Все в этом стиле. Это все, если глобально делать, скажем, капитально делать, это нужно полностью, ну, целенаправленно прям покупать детали недостающие, прокладки делать. Нужно все очищать, стирать краску, красить. Ну, в общем, много чего делать. Я говорил, что это делать когда-то буду, но для этого мне нужна, скажем так, техника на замену. Пока что ее нету, поэтому нужно делать, скажем, по-быстрому. Ну, и так лишь бы работала, но работала исправно техника. Поэтому, как-то так. В этой части мы уже узнали причину поломки нашего сцепления. Рассыпалось у нас сцепление из ведомых дисков, точнее, из ведущих дисков. Ошибочка, извиняюсь. Полупадали вот эти вот втулочки и оказались в коробке. К счастью, они не навредили нашим шестеренкам и не попали на них, но все равно, скажем так, ну, сцепление перестало выполнять свою функцию из-за этого. В следующем ролике я буду колупаться там, вставлять их обратно, разбирать сцепление. Вот эти вот всякие пружинки, диски нажимные, нажимной диск. Ну, и вот эти вот все переходные диски. Ну, в общем, вот эта вся ерунда. Это все будет в следующем ролике. В то же самое время я призываю вас посмотреть другие ролики на моем канале. Если вы, например, впервые на моем канале наткнулись на это видео, смотрели просто разные видосы на тематику мотора Сича и наткнулись на мой видос. Вы можете зайти на мой канал, у меня, вы увидите там другие видосы по бензокосу, например. Даже парочка есть по бензопилам. Нужно, кстати, наверстать побольше, наснимать про бензопилу. И, в принципе, есть другие видосы про мотор Сич, например, как бортировка его стандартных колес и монтаж этих колес на сам мотоблок. Видос не слишком прям вау какой, но очень интересный. И плюс я потратил кучу времени, чтобы у вас снять, по-любому зацените. Все, на сегодня все. Всего вам хорошего. До свидания. Увидимся в скором времени.